Доброе утро, дорогие друзья! Стрит-воркаут, или как его еще называют, уличный фитнес. Направление в уличной субкультуре и спорте. От других видов и направлений спорта его отличает независимость занимающегося от тренеров, спортзалов и уровня дохода. Спортивным снарядом может стать любой городской объект. От специальных площадок и городских парков до скамеек и вешалок. Об этом виде спорта мы сегодня поговорим с лидером общественного движения стрит-воркаут города Ханты-Мансийска Валерием Муравьевым. Валерий, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Давайте дадим небольшую характеристику стрит-воркаута, чтобы всем было понятно. О чем мы говорим? Стрит-воркаут это такой спорт, в котором не требуется каких-то высоких достижений. Я правильно сказал, да? Да, да. То есть это такой вид спорта, в котором не нужны никакие затраты. И это является каким-то базовым спортом для каждого вида спорта. То есть, по сути, это как бы... Но только ли турник, вот как сейчас можно увидеть? Или в том числе и вешалки, и скамейки? Ну, вешалки вы не сможете использовать. Ну, вообще, как бы это зародилось в России из-за видео, которые раньше, получается, сняли. То есть, все-таки стрит-воркаут зародился в России? Нет. Как само движение, оно зародилось не в России. Это было изначально видео с Америки, где чернокожие парни начали заниматься... Ну, это, скорее всего, были бодибилдеры. Они начинали заниматься на остановках, на дорожных знаках, на бамперах машин. То есть, они выполняли какие-то такие простые упражнения на повторение. Вот. Это как-то завирусилось и в России. Но у нас более широкую, наверное, получила популярность. Да, у нас это получила более широкую популярность. И мы наверняка как и во все привнесли что-то свое, исходно российское. Да, да. Не только российское. Это движение, получается, разделяется на три направления. Получается, то, которое в России придумали, это более такое техническое. Все элементы практически взяты из спортивной гимнастики. Есть еще колумбийское направление, которое в Колумбии является национальным видом спорта. Называется джимбар. То есть, это, получается, уже зародилось у нас в России как отдельное направление. Ну, вот на видео я вот, как один из ярких представителей джимбара в округе. Так. Хорошо. Получается, что все эти три направления в России срослись в одно движение под названием стритворкаут. Чем отличаются те, кто занимается стритворкаутом от турникменов? Турникмены, это, можно сказать, изначально как-то... Это те, кто только подтягиванием занимается или нет? Нет, это те, которые только-только входят в это движение. То есть, неопытные какие-то новички, которые выполняют совсем непонятные какие-то вещи, которые сами придумали. То есть, не советуются с опытными спортсменами. Вообще, это слово зародилось от Олега Аксенова. Он, получается, соотнес два слова. То есть, как супермен и турник. То есть, получилось турникмен. То есть, это наш ноу-хау? Да, это как бы русское такое ноу-хау пошло. И этим словом называли сначала все спортсмены. Ну, оно не особо подходило всем спортсменам, поэтому в дальнейшем его решили всех спортсменов, которые уже опытные, показывают настоящий класс, называют воркаутеры. То есть, те, которые занимаются воркаутом. Смотри, кстати, об опыте. Стритворкаут активно развивается, по нему проводятся соревнования. В прошлом году на этапе Кубка мира по стритворкауту, который проходил в Ханты-Мансийске, ты вошел в топ-6. Все верно? Я вошел не в топ-6, я вошел в участники. То есть, получается, я прошел квалификацию только. И в дальнейшем в топ-6 вошел нижневартовский спортсмен, Ашуралиев Бигзатбек, он, получается, занял шестое место. А в чем заключаются соревнования по стритворкауту? Что нужно показать? Ну, получается, в основном это было силовое направление, в котором нужно показать свою силу, динамику. То есть, те элементы, которые более зрелищны именно в этом направлении. Это такие, как ласточка удержания, различные обороты в 360, только не путайте с оборотами вокруг турника. Это совершенно другое направление. В армии это называлось солнышко, сейчас из спортивной гимнастики это называются большие обороты. Это совсем другое направление. Стритворкаут, на твой взгляд, травмоопасен? Я вам могу сказать, что это довольно опасный вид спорта, потому что любой вид спорта опасен, потому что в любом виде спорта... Если неразумно подходить. Ну да, если соблюдать технику, то... Да, если соблюдать советы, пользоваться какими-то подсказками уже от опытных людей, то травм, конечно, никаких невозможно получить. Но если вы начали пытаться сразу делать сложные элементы какие-то, то травмы не избежать. В нефтьюганске уже был такой случай. Парень попытался сделать элемент и остался... Упал. Да, упал и остался немножко парализован. Мы сейчас всех предупредили, предостерегли. Если все-таки, я думаю, что начинать, то нужно все-таки найти такого человека, как ты. В каждом городе есть. Нужно начинать именно с базовых элементов. Скажи мне, какова цель твоего движения? Получается, пропаганда спорта. И здорового образа жизни. Здорового образа жизни, да. Ну и более доступного спорта, можно так сказать. Вот нас увидели в больших городах, маленьких поселках. С чего начать? Где найти единомышленников? Ну, вообще, я даже сам на своем опыте находил единомышленников. То есть, в Кантамансийск я приехал в 2012 году, и я в городе абсолютно никого не знал. И я, получается, поступил, был в общежитие, и решил, что мне сидеть в общежитии, я пойду лучше хотя бы потренируюсь. Люди сами потянулись, так? Да, я пришел на турник, и там уже были люди, которые меня знали по видео, которые были. Да. Да, то есть, я уже пришел, я этих людей абсолютно не знал, но они уже знали меня, то есть, здороваются со мной. Привет, Валера, как дела там? В глазах уважения, рукопожатие крепкое. Да, то есть, они знали, потому что я ездил практически по всему округу с мастер-классами, на турниры попадал, на простые сходки. Вот. И, получается, выкладывал постоянно видео, и вот обо мне уже знали. Поэтому на площадку можно приходить, лучше, конечно, днем, в солнечное время. И там можно найти единомышленников. Да, там, конечно, будут единомышленники, которые уже занимаются, которые можно найти уже опытных, а можно найти и новичков. То есть, участникам движения может стать каждый, и возраст здесь не помеха? Да, абсолютно не помеха, потому что в многих городах даже уже 70-летние старики приходят на турник и показывают такие вещи. Сейчас 70-летние, что это я подтягиваюсь 15 раз, какой я старик. Да, какой подтягиваются. Некоторые даже технические элементы выполняют лучше, чем новички. Валер, большое спасибо. Мы желаем успехов в твоей общественной организации. Я уверен, что повод для нашей очередной встречи обязательно найдется. А пока желаем, чтобы как можно больше людей выходили на свежий воздух, отрывались от компьютеров и тянули свои руки к турнику. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.